Игорь Олегович, смотрите, Ирины Анатольевны нет, но пан Андрей думает, что она там... Не, мне вроде послышалось, я говорю, что ты чашки загарки. А можно с твоей стороны его закрыть? Сомневаюсь, но возможно и можно. А как в зал? Игорь Олегович. А вы кто? Бродни специалист. Супер. О, Игорь Олегович, давайте я вам сейчас просто покажу. Мы сейчас поднимаемся наверх на тейфер. Не, не, а я сейчас расскажу вам вопрос. Можно? Проходите. Не, 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 не. Игорь Олегович, вы сейчас поймете. Вы даже засмеиваете. Не, вы же его только что звали сюда. Мы же уходим на консультацию. Так здесь заставал. А что мы выходим? Может мы вообще на улицу пойдем? Подождите, я нахожусь вообще в своем помещении. На одну минуту. Игорь Олегович, смотрите. Есть четко законная процедура, когда человек имеет право воспользоваться своим конституционным правом и приватизировать землю. Я не хочу сейчас вам все это рассказывать, так как я это все прекрасно знаю. Я эти все процедуры проходил. Вот буквально месяц назад мы подаем на три участка. Три участка рядом. Что хотим, все. Мы даем координаты, где эти участки находятся. И одному, одному человеку приходит бред. Приходит бред. Вот я вам... Да, помогите. Приходит бред. Вот читайте вот эту последнюю. Более того, в процессе общения с Людмилой Григорьевной, спасибо ей большое. Татьяна Григорьевна. Постоянно Людмила, Людмила, она молчит. Честно, я извиняюсь, что у вас неправильно назвал. Да ничего. Татьяна Григорьевна. Я вообще, честно, хочу забыть, как ошмарный сон вообще. Потому что я услышал от вас. Так вот. Она мне говорит, что вот эта девочка неправильно указала. Я задаю Татьяне Григорьевне вопрос. Я говорю, это вы здесь работаете? Она читает политику, она даже не понимает, где она работает. Ну, просто это видео есть. Понимаете? И вот такой бред пишут. Я ей объясняю. Татьяна Григорьевна, вы понимаете? На этой ситуации можно смотреть следующим образом, что органы Государственного права на человеку воспользоваться своим конституционным. Откуда у него, если у них отсутствуют такие программы за выскочение? Ну, так-таки мы не можем комментировать, что это наша организация. Это ваша организация? Это районы. Да. А вы, я так понимал, с нас, знаете, что меня несет? Это надо по одному и нескольному участку. Более того, я когда зашел сюда, я увидел здесь лежат проекты по землеотводу. То есть уже проекты, которые сделаны, которые уже... Татьяна Григорьевна поняла, что я чуть-чуть увидел. Поэтому мне это как-то не нравится. Кому-то можно, кому-то нельзя. Игорь Олегович... Ну, лучше к реистратору обратиться. Как он? Не-не-не-не-не-не. Мне вообще нужно обращаться к президенту Украины. 15 минут. Ну, скажу, мы не можем комментировать данный ответ, потому что это... 15 минут что будет? Игорь Олегович, как он будет у меня? Потому что, вот, натики, это... У нас регистратор, и он будет полчаса рассказывать то, что он мне рассказывал. Я не полчаса. Это вам пришлось. Вы меня просто перебивали. Не хотели меня выслушать. Да я... Давайте я не буду... Я вас не... Давайте я не буду... Ну, вот вы сейчас занимаетесь, честно говоря, обманом. Ну, Татьяна Григорьевна. Вот это обман называется. Мне сейчас придется Игоря Олеговичу показать, как я... Я... Вы должны вообще меня выслушать для начала. Я не должен вас слушать. Я вам рассказываю проблему. Вы сами подтвердили, что... Она неправильно... Я не буду слушать. Я уже потерплю, потому что... Потерплю, оба-на. Игорь Олегович, а что терпеть? Подождите, а у вас какой вообще вопрос? Я так понял, у вас устраивает ответ данного листа, правильно? Я вас понял. Я хочу проформулировать. У зв'язку з'исутністью программного забеспечения... Таможенство... У кого оно відсутнє? Вопрос. У кого відсутнє программного забеспечения? Вот я вам ставлю конкретный вопрос. У кого? О, видите. До сюда вас списали. Нет, смотрите. Тут указывают тому, кому направлены целист. Я так понимаю, он вам направился? И до нас повинні было направлено. Смотрите, Игорь Олегович. Я не знаю, он на розгляде у реставраторов или нет? Я вам расскажу. Игорь Олегович, смотрите, как происходит правильна процедура по приватизации. Я нахожусь, подхожу, смотрю генплан. О, гача, о, садыба, все, садыба. Я смотрю, беру публичную кадастровую карту, захожу, смотрю, свободно. Указываю координаты, даю кадастровую карту с координатами. Пишу заявление, дать мне дозвіл на разработку проекта. Райрада, районный, Нагорный, вместо вот этих отписок, которые они делают, они смотрят генплан, ага, соответствует, все, в районе Володи Привитной. Они не могут в координатах разбираться, они, ну, в априори. Это архитектор разбирается. Они должны только понять соответствие. Было все написано. Отправляет архитектуру города, а он смотрит, могу ли отдать адрес или не могу. Он пишет, да, ей можливость присвоить адресу. Отправляет это на райраду. Райрада говорит, все, на сессию, даем дозвіл, адрес есть, делянка есть, все. Потом я разрабатываю проект и, опять же, его отдаю. То есть все вот эти документы промежуточные, они могут быть от руки написаны, в принципе. Есть какие-то установленные нормы. После того, когда проект сделан, все смотрят заклонность, как он сделан, печати, лицензии и затвердживать его. Вот так происходит процедура. Но не вот такими вот отписками. Понимаете, мне вместо того, чтобы сейчас, к примеру, посвятить время своей семье, своему ребенку, я должен приходить, вот, допустим, с Татьяной Григорьевной, она с ней не ссорилась, но ей тоже это крайне неприятно, что вот эта девочка написала неправильные адреса. Я говорю, так позвоните на Горному, вызывайте полицию, пускай она принимает. Ну, правильно, кто-то должен на это реагировать. Игорь Олегович, поэтому все. Я что-то понимаю, прекрасно. Вот поставьте себя на мое место. Я вас что-то понимаю. А теперь представьте, Игорь Олегович, а теперь представьте, минуточку, на моем месте стоит 70-летняя бабушка, которая тоже имеет право приватизировать. Все. Вот тут она и умрет. Я вам честно говорю. Она дальше никуда не пойдет. Это просто наша компетенция комментировать данные ответы. Она должна обратиться в эту подвесную... Мне нужно обратиться вообще в службу безопасности Украины. Почему? Потому что таким образом разворывается земля. Конечно, конечно. Что не запрещают. Сто процентов. Мы не можем никак прокомментировать данные выезд, потому что не мыло даже... А скажите, вы хоть раз видели такую бумагу за время своей работы? Я работаю в Полтавском районе, и данные документы, просто, Полтава, я лично не видел. Хоть подобный. Подобный не могу. Все. Я буду. Паме, я, если Игорь Алёвича не затримаю, у меня уже много работы. Я просто хотела подтвердить присвитку, что Ирин Анатольевны не мает. Знаете, как вы можете подтвердить? Я вам честно скажу. Я вам клянусь Богом. Открываете дверь, я захожу, смотрю, нету все. Извините. Все. У Ирина Анатольевна. А вдруг пожар, и что? Не на, запасные дети, не обманывайте меня. Татьяна Григорьевна, спасибо, Игорь Алёвич. Жму руку, честно. Пожалуйста. Все. Спасибо большое. Просто поставьте себя на мое место. Я вас прекрасно понимаю. Вот и все. И более того, убивая другой факт, что это говорит человеку, который на этом зубы съел. Это пишет. Это если, ну, знаете, как... Так не бывает. Поэтому нельзя так себя вести. Не к вам. Это вот к этим. Все. Спасибо большое. Спасибо вам, Павел Андрею. До встречи в нашему квитучему месте Полтава. До свидания.